МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ты с ней несчастлив! Ну, посмотри на себя! Тобой счастлив, что ли? Конечно, я на все готов! Она даже детей не хочет! Она с прямопахнутой! Ну, посмотри, Денис! Пять лет Любовь Маркова ждала, что Денис Гаврилов узаконит с ней отношения и официально станет папой их сына. Однако ее ожидания не оправдались, и молодая женщина решила обратиться в суд. Денис не признает свое отцовство и сообщает, что женат на другой женщине. Любовь ошарашена этой новостью, но это лишь один из множества сюрпризов, которые откроются во время слушания. Когда мы с тобой были в последний раз вместе, я была влюблена в Виталия, ты сам это знаешь. Поэтому мы с тобой разошлись. Но это не значит, что он не может быть отцом вашей дочки Алиса. Александра Клочкова утверждает, что родила дочь Алису от своего бывшего босса Виталия Протасова. Женщина отнеслась к роману с начальником настолько серьезно, что даже развелась со своим мужем. Однако Виталий, узнав о ее беременности, выгнал Александру с работы и из квартиры. Теперь он доказывает в суде, что Алиса не является его дочерью. Слушается гражданское дело по иску Марковой Любови Николаевны к Гаврилову Денису Семеновичу об установлении отцовства в отношении несовершеннолетнего Маркова Виктора Денисовича. Трех лет. Ответчик Гаврилов Денис Семенович с исковыми требованиями не согласен. Любовь Николаевна, вы мама Маркова Виктора. Почему вы решили заявить исковые требования и установить отцовство? Да, я мама Витеньки. У нас проблемы с папенькой, потому что папа не хочет принимать отцовство, пошел на отказ, и мне пришлось прийти в суд. Он все три года не хотел признавать отцовство? Я работаю... Я вам сейчас все расскажу по порядку. Давайте. Я работаю в гостинице, на ресепшене, а он аудитор. Он приезжает туда работать в командировке очень часто, и поэтому часто останавливаются у нас в гостинице. Ну, как-то вечером я просто вышла, зашла в бар, а он там прохлаждается, отдыхает. Он, знаете, такой мужик-то у нас такой яркий, харизматичный, такой брутальный мужик. Ну, мне такие мужики нравятся. Я клюнула. Потом он к нам переехал, мы начали вместе жить, и я забеременела. Так, подожди, давай не будем... Ваш город он переехал? Да, он переехал в наш город, приехал в командировки, сначала ездил, а потом он к нам переехал совсем. И мы начали жить вместе, одной семьей. Ваша честь, какой переехал, и какое жить одной семьей, и тем более забеременела. Я не знаю, от кого ты забеременела. Да, я с ней знаком, да, мы в отеле пересекались. Но при чем здесь забеременела? То есть фактически был вашим гражданским мужем? Вы просто законно не были женаты. Да, мы не были женаты, потому что он очень долго обещал, что мы поженимся. Я ждала 5 лет, я верила, что мы поженимся. А он не признавал отцовство, да? То есть в свидетельстве о рождении ребенка у вас прочих, в графе отец, да? Там была такая ситуация, потому что он часто ездит в командировки. И поэтому, когда я рожала, его не было. Он уехал, он сказал, что ему нужно срочно ехать в командировку. И мне пришлось по этой причине оформлять ребенка одной. И в графе отец стоит прочерк. Вы свидетельство, передайте, пожалуйста, суду. Вот свидетельство о рождении, фотографии. Стой на месте. После того... Но он мне обещал, что когда он вернется, мы вместе пойдем. Так, прочерк у вас, да. А вот фотография ваша совместная. Мы вместе пишем ребенка в свидетельство о рождении, что он все это сделает. Но я ждала и верила 4 года. Да, ну сколько можно? В конце концов, я стала требовать, чтобы мы сделали отцовство. Но он... В итоге мы, конечно, поругались. Он исчез и не отвечал на звонки целых 3 месяца. После этого я решила, что я пойду и сделаю это через суд. Только через суд установлю отцовство. И мы пишем его свидетельство о рождении. Ваша честь, это вот... Она придумала себе какое-то отцовство. То, что я из жалости, из какой-то доброты помогал человеку. То, что за ребенком присматривал, там, где-то угощал, конечно. Я на работе пересекался все время. Какое жили? Какая семья? Что ты придумаешь? Ну, я не знаю, здесь на фотографии у вас такой не очень жалостливый вид, я бы сказала. Ваша честь, да какая тут может быть жалость. Радостный, пышущий здоровьем мужчина. Какая... Да, Ваша честь, ну какая тут может быть жалость? О чем ты говоришь? Какая жалость? У меня... Я что, инвалид? У меня нету ни двора, ни кола. У меня есть работа, у меня есть жилье, и мой ребенок ни в чем не нуждается. Ваша честь, я хочу, чтобы у моего ребенка просто был отец. Да, давайте, вот отвечу, вы возражаете против исковых требований, с ними не согласны. Правильно я понимаю? Скажите, пожалуйста, вот вы когда приезжали в город и останавливались в гостинице, где работала, естественно, ресепшн, вы с ней встречались? У вас были какие-то романтические отношения? Да, мы общались, я иногда заходил в гости, что-то помогал по дому, просто, ну, жалко человек... Нет, я спрашиваю про романтические отношения. Ну, смотря что называть, конечно, романтическими отношениями. Интимные отношения, у вас не секс был? Раз вы такой непонятливый. Можно вопрос не буду отвечать? Да или нет? Ну, вот некоторые, бывает, говорят, не помню. Вы как, помните? Давно было, не помню. Так, хорошо, то есть свое отцовство вы категорически отрицаете, да? Да, ваше честь, отрицаю, потому что я категорически уверен, что этот человек понадумал о себе, и если я там как-то приезжал, с ребенком игрался, то это не значит, что я обязан его папой стать. Себе что-то понапридумывало, там, какие-то понастроило планы долгоиграющие. Вот истец говорит, что вы жили вместе с ними. Вы часто ребенка видели вообще? Ребенка видел, когда в командировке приезжал, да, видел его, конечно. Он в гостинице бегал, часто в холле, даже там игрался на работе у нее, когда она с собой на работу привозила. Я не понимаю, почему он сейчас врет и идет на попятную. У меня есть свидетель, можно ее сюда впустить? Который может подтвердить, что действительно ваш ребенок это сын ответчика, да? Да, это сын ответчика, и что он с нами жил, и у нас была хорошая семья. Так, хорошо. А я хочу вызвать свидетеля, который может подтвердить, что у меня есть семья, и что у меня с этим человеком ничего не связывает. Абсолютно. И этот свидетель моя жена. А, давайте мы сначала тогда жену послушаем. Вот это будет действительно, мне кажется, важно для дела. А потом вашего свидетеля опросим. Хорошо? Будьте любезны, пристав, пригласите, пожалуйста, в зал суда. Как? Гаврилову Ксению Игоревну. Да что ты себе возомнила? Непонятно что. Как ты мог меня обманывать все это время? У нас ребенок, Денис, опомнись, прекрати уже, у нас ребенок. Здравствуйте, Ксения Игоревна. Здравствуйте. Вы знаете, вот тут у нас есть истец, который говорит, что у нее ребенок от вашего законного супруга. А ваш законный супруг вас вызвал в качестве свидетеля, чтобы, видимо, вы показали, что он не способен на отношения с другими женщинами, и не способен заводить детей на стороне. Вы это пришли нам сказать сегодня? Да нет, я хочу сказать, что мой муж просто не хочет детей и никогда их не захочет. Потому что мы с Денисом проповедуем, ну так можно сказать, другие отношения без детей. Это Child Free называется. Мы семь лет назад познакомились и решили, что мы будем строить отношения без детей. И вот семь лет мы уже счастливы, каждый занимается своим делом. А расскажите, пожалуйста, интересно, вот почему у вас такая позиция? Ну, у Дениса такие жизненные принципы, он принципы, он не хочет детей. Ну, просто они вам близки, я поняла. И да, нам они близки, конечно. Как бы одинаково смотрим на жизнь. Только потому, что вот у вас такие взгляды на жизнь, вы считаете, что тот факт, что у него может быть ребенок в другом городе, в том же городе, в соседнем подъезде, он невозможен. Я считаю, что нет, ни в коем случае, ребенок просто не входит в стиль жизни моего мужа. Нет, такого не может быть. Мы прекрасно проводим время, мы ходим в театры, кино, в рестораны, кафе, путешествуем. О чем вы говорите? О каком театре? О каких? Ваша честь, мне кажется, она говорит совершенно о другом человеке, она просто не знает. Денис, обычный, брутальный мужчина, который любит, чтобы после работы ему приготовили покушать мясо, чтобы водочка в холодильнике была, чтобы дома было чисто. Ну, любит в бар сходить с друзьями, пиво попить, кино посмотреть в конце-то концов, боевичок какой-нибудь, телекомедию. А вы мне тут какого-то малохольного мужика расписываете, а? Да. Уважаемый судья, я не понимаю, о чем мы и о ком говорит, ну, вот эта дама, потому что, во-первых, мы вегетарианцы, мы не едим мясо, во-вторых, мы вообще не пьем, мы против алкоголя, и в-третьих, ну, Дениса не может быть ребенка, это не в стиле его жизни, я не помню. Не в стиле вашей жизни не может быть детей, а в стиле Дениса очень даже может быть дети. В твоем стиле курица, блин. Вы знаете, вы давайте все-таки не оскорбляйте. Я прошу позвать свидетельницу, мою маму, которая может подтвердить, что мы вместе живем, что у нас прекрасная семья, у нас все хорошо, впустите ее, пожалуйста. То есть подъезд позовет. У тебя есть какое-то раздвоение. Хорошо, пригласите, пожалуйста, Марка Вера Сергеевна, верно? Да. Будьте любезны, пригласите ее. Ну вы-то, ну вы... Вера Сергеевна, здравствуйте. Я тебя не узнаю, совсем не узнаю. Скажите, пожалуйста, вам знаком Денис Семенович? Да, конечно, знаком. А вы его знаете в качестве своего зятя? Конечно, знаем. Он совместно проживал с моей дочерью. Известно, понимаешь, что моя дочь дура. А, значит, Гаврилу знатной вопилища... Мы сказали, вам известно, что ваша дочь дура? Я правильно сейчас услышала? Да, да. Потому что дело в том, что они проживали совместно. Вместе. Я их навещала, постоянно к ним приходила. Он показал себя со стороны сначала Денис очень хорошей, положительной. Очень хозяйственный мужчина. Ездил по командировкам, ездил. Помогал по дому и деньгами помогал. Он вегетарианец? Нет, он не вегетарианец. Он обыкновенную пищу всю кушает, такую же, которую кушали и мы. Дело в том, что начались проблемы у нас с Денисом тогда, когда моя дочь хотела Витьку, Витюшу записать на его фамилию. И тогда-то Денис показал себя совсем с другой стороны. И я сразу поняла, я на свете уже много, достаточно времени живу. Я поняла, что у него есть любовница. Какая любовница? Я не любовница, я законная жена. Это ваша дочь тут непонятник. Вообще дело не про вас, я первый раз вас здесь вижу. Вот. И, значит, я хочу попросить... И это, собственно говоря, вот это не эта девушка, которая вы здесь... Это я женщину вижу вообще первый раз, я даже не знаю, кто она такая. А я вам рассказываю, законная жена, а вот у меня свидетельство о заключении брака. Угу. Вот. И я хочу сказать, что, значит, Денис, конечно, подлец еще тот, негодяй и мерзавец. Я попрошу не выражаться. Я хочу сказать, развел здесь целый гарем, понимаешь ли, и вообще надо его кастрировать. Такое поведение недопустимо для мужчин. Язык вам оторвать. Я уж не знаю, про кого говорит моя мама, она мне сказала об этом только перед судом. И мне самой очень хочется поговорить с этой женщиной. Впустите ее, пожалуйста. Пригласите, пожалуйста, сюда Комарову Анну Валерьевну в зал суда. У меня есть двоюродный брат, троюродного деда, который тоже может свидетелем быть. Какие же вы смешные обе. Зачем вы все это устроили? Куда ты смотришь? Куда ты смотришь? На тебя я смотрю сейчас стою. Боже мой. На тебя. На меня ты смотришь. Это на тебя посмотри. Это Анна Валерьевна. Стоит тетки у нее. Скажите, пожалуйста, Анна Валерьевна, здравствуйте. Знаком ли вам ответчик? Денис Семенович. Что значит знаком? Мы живем вместе уже пять лет. Так, подождите. У меня... Сейчас все... Тишина. Вы живете вместе, вы сказали? Мы живем вместе пять лет. У меня дочь от него. Ей недавно два годика исполнилось. Она Дениса папой называет. И я вообще не понимаю, что это за бред. Ко мне пришла эта женщина и говорит о том, что моего, можно сказать, мужа есть другая женщина, еще и ребенка. У вас дети от него? Да. Моей дочке два года. Его дочке. А кто записан свидетельство о рождении? Ну, пока никто не записан. Дело в том, что когда я родила, Денис потерял паспорт. Или, как я сказала, украли у него паспорт. И потом как-то все это закрутилось. У него командировки постоянные, разъезды. Он очень устает. В общем, одним словом, в свидетельстве о рождении в графе отец стоит прочерк у вашей двухлетней дочки. Да, я не настаивала особо. Мне как бы это неинтересно. Он помогает хорошо деньгами. И Денис просто очень добрый, отзывчивый человек. И я так полагаю, что просто вот эта женщина решила воспользоваться этим. Потому что у Дениса один ребенок, это наша девочка. У меня есть фотография, как бы, что вот подтверждение того, что мы проводим вместе время... Пожалуйста, займите место через приставы, передайте. Мы проводим вместе время. Он дарит подарки все время, приезжает, воспитывает нашу девочку. Как бы принимает полное участие, как папа. Она его называет папой. И я не верю в то, что у Дениса ребенок. Нет, подождите, он с нами жил. У нас дома полно его вещей. Да я ему сама лично в командировку вещи своими руками упаковывала. Послушайте, пожалуйста, меня, эти женщины, просто, я не знаю, они то ли сговорились, я не понимаю, что они хотят от меня и от моего мужа, но мой муж не является отцом их детей. Это просто вранье и ложь. Хорошо, давайте тогда проверим по фактам. Давайте. Давайте. Наш Витенька родился в феврале 2013 года. Соответственно, забеременела я в мае 2012. Я даже дату вычислила беременности. 3 мая. Что ты еще вычислила? А вы не припомните, случайно, не уезжал ли ваш муженек в эти дни куда-нибудь? Припомню. Сейчас. В мае? Ваша честь. Каждый год в мае мы ездим в Крым отдыхать. У нас такая традиция. Так что мой муж просто физически не мог быть отцом вашего ребенка. Ну так я же живу в Крыму, ну напрягите свои мозги, ну вспомните, может он на пару дней уезжал. Это в 2012-м? Ты отлучался, потому что у тебя там заболел коллега по работе, да? Это в 2012-м? Ну я все время отлучаюсь, но это же по работе. Отвечай, в 2012-м? Я что помню каждый раз, когда я по работе отъезжаю, я помогаю, если когда надо кого-то перекрыть. Но я езжу по работе, а не с этой кушать. Я поняла. Какую-то любовь. Солнце. Ты что там понапридумала себе? Все нормально. Ваша честь, я и не верю, просто это совпадение. Анна Валерьевна, ну раз уж на то пошло, давайте вы рассказывайте, когда вы забеременели. Я очень хорошо помню этот день. Я как раз Денис вернулся с командировки, я с долгой, на пару дней. Это было 8 марта 2014 года, он еще приехал с огромным букетом цветов, но это невозможно не забыть. Денис очень умеет красиво ухаживать, поэтому я четко помню. Я помню 8 марта 2014 года. Мы вообще с Денисом всегда проводим праздники вместе, а тут в 2014 году подвернулась какая-то крупная компания, и тебе пришлось уехать 7 марта. У меня-то даже Костя попросил с работы подменить его. Или ты думаешь, что я к этой клуши ездил? Ксюша, понимаешь, они видят, что ты мнительная, и они пытаются на тебя влиять. Неужели ты не видишь, что эти дуры, блин, пытаются семью разрушить? Все, Денис, все нормально. Если хочешь, я не буду больше ездить по этой работе. Брошу работу нафиг. Да перестань ты, не надо ничего бросить. Там у меня связано с работой, работа с поездками. Ваша честь, все хорошо, эти женщины врут, и я верю своему мужу. Это полное вранье. Я не понимаю, кто они и зачем они здесь, и что они от нас хотят. Давайте мы ознакомимся с результатами ДНК-теста. Принесите, пожалуйста, конверт. Итак, оглашаются результаты генетической экспертизы. В рамках проведенного исследования метода молекулярно-генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей, предполагаемого отца Гаврилова Дениса Семеновича и ребенка Маркова Виктора Денисовича. По результатам настоящей экспертизы Гаврилов Денис Семенович является биологическим отцом Маркова Виктора Денисовича. Зачем я с тобой курица связался только? Слушай, ну ты что? Денис, это как? Да я, блин, говорил... Это твой ребенок, а второй, что ли, твой? Слушай, вот это... Боже мой, я все, что ты говорила, что ты не хочешь детей, это все вранье, что ли? Да не вранье-то, я говорил ей, что не хочу я детей. Эта дура меня перед фактом поставила, блин. Денис, ну что ты? Я когда-то тебе говорил, что я хочу семью, завелась, блин, ну ребенка папой станешь. Я когда тебе говорил, что жене... Денис, ну тебе же хорошо с нами. Ты дура, блин, сходи к психиатру. Ну тебе же хорошо с нами было, ну зачем ты тебе в счастье-то отказываешь, конечно. Я просто из жалости ребенка этого поддержать хотел, просто действительно не хотел. Ты с ней несчастлив, ну посмотри на себя. Тобой что ли? Тобой счастлив, что ли? Конечно, я на себя на все готов, да она даже детей не хочет, она нас прибамахнутая, ну посмотри, Денис. Ваша честь, еще до Ксюши у меня была семья, у меня был ребенок, он умер еще в младенчестве. Я эту травму еле пережил. Просто после того момента я для себя решил, что я лучше больше не буду иметь вообще детей, нежели переживу это, или вообще не переживу, то же состояние снова. Потому что это на самом деле... Хороший мужик прикрывается горем, чтобы уйти от ответственности за свои же поступки. Ну и просто трус. Слушай, блин, лучше тебе вообще не знать, что это такое, и лучше вообще не иметь детей, чем это пережить потом. Я для себя решил, что этого больше не будет в моей жизни. Я для себя четко решил, что детей не будет у меня. И я тебе тоже говорил, что детей я не собираюсь заводить. Я огражу нашу дочь, мою дочь и нашу дочь от таких, как ты. Денис, я не понимаю, но почему ты мне-то не мог сказать, что у тебя ребенок умер? Я же думала, что это твои дебильные принципы жизненные. Ты просто боялся. Да ну что вы налетели, Денис, миленький, ну... А вы не знали этого, да? Нет. Ксения Григорьевна. Ну... И будешь алименты платить, кстати. Да хватит здесь унижаться! Ты говоришь, я тебя устраивала, да? Потому что я детей не хотела. Да хотела я детей, хотела! Просто люблю тебя и хотелось, чтобы ты был со мной рядом. Это даже не в принципах дела и не в боязни. Ты хочешь сказать, что ты такая же дура, как эти две дуры? Да, я хочу это сказать. Я ведь тебе верил. Я верил, что ты так же, как я, смотришь на мир и тоже не хочешь детей. Я верил, что ты выше этих бабских каких-то мещанских принципов. Семью, детей, любым путем. Ваша честь, вот я, конечно, выслушал много в свой адрес. Я не спорю, что далеко не ангел. Но вот стоят три клуши, которые тоже, понимаете, любым путем хотят поймать мужика и держать его за себя. Отвечек, 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 одна из этих клуш, ваша законная жена, другая имеет от вас законного ребенка. И каждая во нее пытается удержаться возле себя. Да, я не буду отрицать. Я соглашусь со всеми, со всем, что я обязан, я все выполню. Но вот с этими тремя дурами я ни с одной не собираюсь жить. А с вами никто не хочет жить. Замуж за вас никто из них не просится. Они уже хотят от вас только денег. Вы говорите, эти клуши мне нужны. Я думаю, что вы им уже не нужны. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Когда мы с тобой были в последний раз вместе, я была влюблена в Виталию. Ты сам это знаешь. Поэтому мы с тобой разошлись. Но это не значит, что он не может быть отцом вашей дочки Алисы. Александра Клочкова утверждает, что родила дочь Алису от своего бывшего босса Виталия Протасова. Женщина отнеслась к роману с начальником настолько серьезно, что даже развелась со своим мужем. Однако Виталий, узнав о ее беременности, выгнал Александру с работы и из квартиры. Теперь он доказывает в суде, что Алиса не является его дочерью. Оглашается решение суда. Иск об установлении отцовства удовлетворить. Установить отцовство Гаврилова Дениса Семеновича в отношении малолетнего сына Марковой Любови Николаевны. При этом я вам поясняю, стец, что вы можете в порядке отдельного судопроизводства обратиться с иском о взыскании алиментов с ответчика. Его отцовство установлено после вступления решения в законную силу этого суда. Вы можете требовать с него ежемесячные выплаты, вплоть до совершеннолетия вашего сына. Судебное заседание закрыто. Плохо жилось. Плохо было. И будешь платить алименты, ты понял? Не получала ничего. И наши девочки тоже. Молодец. Как миленький, я с тобой всюду, куда не буду. Галуши, блин. Здравствуйте. Прошу всех садиться. Слушается гражданское дело по иску Клочковой Александры Викторовны к Протасову Виталию Сергеевичу об установлении отцовства в отношении ее несовершеннолетней дочери Клочковой Алисы Викторовны, которой сейчас пять месяцев. И о взыскании алиментов в размере одной четверти со всех доходов ответчика. Ответчик Протасов Виталий Сергеевич с исковыми требованиями не согласен. Александра Викторовна, обоснуйте, пожалуйста, ваши исковые требования. Пять месяцев назад я родила дочку. Угу. Самую лучшую девочку в мире. И я счастлива, что Алиса у меня ест. Только она не понимает, что папочка от нее отказался. Да он не представляет какое-то счастье видеть, как растет твой ребенок, как он улыбается тебе. Скажите мне, пожалуйста, Александра Викторовна, а какие у вас отношения были с ответчиком? У нас был долгий роман. Виталий долго за мной ухаживал. Совсем задурил мне головы красивыми словами, дорогими подарками. Я работала у него в компании по поставкам холодильных установок. А потом о наших отношениях узнал мой муж. И устроил мне скандал. А, вы были замужем на тот момент, да? Да. Так. Он подал на развод, и мы развелись. Ну так правильно он с тобой развелся. Да он даже десятой доли похождений твоих не знает. Виталий! Как с такой женой жить? Какие похождения? Ты меня с кем-то путаешь. Да ты же сам говорил, что разведешься с женой. Что мы поженимся. Да он мне квартиру снял. И в другой офис перевел. Ему принадлежащий. Угу. Чтобы и слухи не пошли. И на момент зачатия вы были в интимных отношениях, да? Да, я была с ним в интимных отношениях. Да он мне обещал, что он с женой разведется. Что мы поженимся, понимаете? Квартиру мне снял. В офис другой перевел. Чтоб слухов не было. А теперь я понимаю, чтоб до его жены не дошли слухи. Потому что разводиться с ней он не собирался. Знаешь что, дорогая? У меня есть своя семья и свои дети. И их я не брошу. А ты на меня хочешь чужого ребенка повесить? Да какой чужой ребенок? Это твой ребенок. Да я только с ним и была в отношениях. Я думала, что это навсегда, понимаете? Я после развода спала только с ним. Александр, да ты посмотри. Я так понимаю, что и до развода. Вы с ним были в отношениях. Вы знаете, когда я забеременела, он приказал мне делать аборт. А когда я отказалась, он меня бросил. Он просто использовал меня и бросил. Я переехала к маме в однушку, потому что он меня с работы уволил. И мы жили на мамину зарплату. Так как на работу я устроиться не могла. А теперь я хочу, чтобы он признал ребенка и платил на нее алименты. Да почему Алиса должна нищенствовать при таком богатом папочке? Вот на деньгах-то все и замешано. Так это никто не скрывает. Она же и требует с вас алименты. Одно четвертое ваших доходов ежемесячно. Ваша честь, я настаиваю, что это не мой ребенок. Господи, я не прошу тебя разводиться с женой. Живи ты с ней спокойно, она ничего не узнает. Но дочку пусть он обеспечивает. Да, а почему вы настаиваете, что это не может быть ваш ребенок? Вы же не отрицаете, что у вас не были отношения. Ваша честь, видите ли, Александра за моей спиной крутила роман с тренером по фитнесу. Это мне секретарша доложила. Они вместе занимались в фитнес-клубе. Ну так вот, я решил проследить, ну не сам, конечно, через своих ребят. Они сделали фотки, как они обнимались, как она к нему в машину садилась. Тренеру. Да. Ну, мало этого, эта профорсетка его возила на квартиру, которую я же ей и снимал. Из которой потом меня и выгнал, да? Ну вот как, как это все называть? Ваша честь, да вот, полюбуйтесь, пожалуйста. У меня вон фотографии есть. Да что ты такое говоришь? Дорогая. И будь любезна, передайте мне еще, пожалуйста, здесь свое рождение. Как такое можно терпеть? Я не стала сюда никого записывать отцом. Я надеюсь, что это сделает сам настоящий папочка. Я еще не знаю, сколько этот обман продолжался, Ваша честь. Но когда все выплыло, я, естественно, устроил грандиозный скандал Александре. А она мне заявила, что беременна. Ваша честь, я должна внести ясность. Тренер по фитнесу – это не мой любовник. Это мой родной брат. Это ваш брат? Да, это мой родной брат. Это он на фотографии, да? Да, я прошу пригласить сюда свидетеля, моего родного брата. Сколько их у тебя, этих родных братьев? Так, хорошо. Мы обязаны его опросить, потому что суд выносит решение по совокупности доказательств, в которые входят свидетельские показания, а также ДНК-тест. Для нас очень важно, что нам расскажут свидетели. Будьте любезны, пригласитесь. Пожалуйста, Клочкова, прошу прощения. Да, как зовут вашего брата? Антон. Григорьев Антон Викторович. У вас фамилия мужа, да? Я правильно понимаю? Да. Бывшего. Григорьев Антон Викторович, позовите, пожалуйста. Да ты все делаешь для того, чтобы выставить, что я гулящая. Наня, он следит за мной. Тебе не стыдно следить за мной. Я тебе пыталась сама объяснить. А ты мне не веришь. Здравствуйте, Антон Викторович. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, кем вы приходите с сестру? Я являюсь ее братом. Вот уж не думал, что мне в суде придется это доказывать. И то, что ее любовником и отцом ее ребенка я никак не могу быть. Вот посмотрите, свидетельство о рождении нашей сестрой. Вот. У нас одна фамилия. Передайте, пожалуйста, через пристава. Григорьевы. Одно отчество. Одни и те же мама с папой. Она Клочкова. Я оставила фамилию. Да, вот свидетельство о заключении брака. После развода она оставила фамилию мужа. Здесь тоже это все прописано. Это свидетельство о заключении брака с вашим бывшим мужем, да? Да. Передайте, пожалуйста. Поэтому как она может быть моей любовницей? И вообще, как Алиса может быть моей дочерью? Ну вот смотрите, Виталий Сергеевич, получается, что это брат, а вовсе не любовник. Ваша честь. Ваши подозрения не подтвердились? Ну вы же понимаете, что в наше время можно любую бумажку подделать. Да какие? Ну, в общем-то... Это свидетельство о рождении. Тут нет оснований не доверять. Кто в суд такие бумаги будет пригласить? Свидетельством о рождении. Хорошо, хорошо, Ваша честь. Но я все равно смогу доказать, что Александра мне изменяла. Дело в том, что до меня у нее были отношения с моим заместителем, Игорем Петровичем Муравьевым. Он мне рассказал, какая история произошла между ним и Александрой. То есть он может быть отцом, вы считаете? Конечно. Он может быть одним из отцов. Я предлагаю его пригласить в зал суда. Будьте любезны, пригласите, пожалуйста, Муравьева Игоря Петровича. При чем здесь, Игорь Петрович? Он так выглядит. Кошмар! Нет, я знала, что ты подлец, но такой у меня слов нет. Ну, давайте, давайте, послушаем, что он скажет. Здравствуйте, Игорь Петрович. Я вообще его не знаю. Игорь Петрович, скажите, пожалуйста, у вас были близкие отношения с ИСом, с Александром Викторовичем? Ну, то, что мы с ней несколько раз переспали отношениями, ты и не назовешь так. Интрижка. Было это три года назад, когда она к нам в офис на работу устроилась. Как только пришла, сразу же стала принюхиваться, кого бы ей побогаче выбрать. Со многими флиртовала, но в итоге остановилась на мне. Сразу мне стало сказки про любовь рассказывать, изображала себя такую чуткую, все понимающую. Во все мои проблемы вникала, ну, в которые я позволял ей вникать. Никать, естественно. Я, знаете, свою жену очень люблю и никогда ей не изменял, а тут вот не устоял. Повелся на провокацию, и вот сейчас об этом очень сожалею. Сожалеешь? Да как так можно врать? Игорь Петрович, нет, я, конечно, видела врунов, но таких это неправда, ваша честь. Неправда? Да это все он в детали придумал, чтобы отмазаться от своей дочки. А что именно неправда? У вас не было отношений, интрижки, как он выразился? Послушай, послушай. Да ничего у нас вообще не было. Ничего не было, да? А это не ты заявляла мне, что беременна от меня. Я беременна? Да, не ты заявляла мне. У нее муж нищеброд. Это она мне сама говорила. И говорила, что не спит с ним и давно его не любит. Поэтому на сто процентов уверена, что ребенок от меня. А я, знаете, я ей сразу отворот-поворот дал. И все. Да? Сразу же это все. Ну как, поэтому что не сразу. Как? Практически сразу. Какое-то время все-таки вы с ней провели. Ну, что было, то было. Но тем не менее, когда я ей сказал... То есть вы ей дали отворот-поворот после того, как она сказала, что она от вас беременная? Да, потому что я знал, что она не беременна. Ну, я же как бы контролирую этот процесс вообще-то. Вот. Поэтому я ей сказал... Ты молодец. Да. И она просто-напросто все. Беременность-то вся рассосалась сразу же. Волшебным образом. Да. Понятно же, на вымышленного ребенка хотел себе мужа побогаче подцепить. Да, это все понятно. Но сейчас у нас ребенок не вымышленный. Сейчас у нас малышка совсем крошечная. И она есть, она не вымышленная. Есть. Устанавливаем ее отцовство. А тогда, когда со мной ничего не получилось, она на Виталию Сергеевича переключилась. Я как только узнал, что она к нему клиния подбивает, сразу же Виталию Сергеевичу сказал, что она мошенница. Только Виталий Сергеевич мне не поверил. И вот совершенно напрасно между прочим. Да, обиделся на меня. А теперь видите, к чему все... Ты даже обиделся? Ну да, думал, что я в его отношения сейчас буду вылезать как-то. Сказал, что Саша его очень любит. Ваша честь, да он врет. А теперь видите, к чему все это привело? Хочет на него чужого ребенка повесить, да еще и денег содрать побольше. Ах ты скотина! Кто? Ты что мою сестру грязью поливаешь? Я не ругую! Ты даже не спадался на место! Ты мужа своего любила! Антон! Да, думай, головой! Слушай, я любила своего мужа, я жила нарушена, отбойно, спокойно! Что же у меня кидаться здесь будет на меня, что ли? Только Виталий всю жизнь не сломал! Саша, успокойно! Плачет она теперь! Использовал меня, потом бросил! Не надо плакать тут теперь! Сам шикует, а дочка в бедности будет расти! И главное, без отца! Слушай, да хватит тут из меня монстра делать, а из себя речку невинную, всеми обиженную! Одного мне любовника приписал, он братом моим оказался, теперь вот другого любовника, да? Что вы думаете, все? Игорь Петрович, а вы-то зачем на это пошли? Как вам не стыдно брать в суде? Да что ты говоришь-то? Вы боитесь, что он вас уволит? Что мне бояться-то? А вы подчиненный, я же правильно понимаю, да? Да это завеститель его! Я подчиненный и друг, Ваша честь, мы еще и друзья, Виталия Сергеевича. Я сейчас скажу, что он друг. Друг Виталия Сергеевича, ну, знаете что? Что между нами было с тобой, Саша, то было, что уж тут скрывать. Меня это самого не красит. Но когда мне друг позвонил и сказал, что надо прийти в суд и все рассказать, я счел это своим долгом. Потому что не все в мире измеряется деньгами, как у нее. А есть еще такие человеческие понятия, как дружба и честь. Ну, видимо, это ей просто незнакомо же. Тут все понятно. Мы сейчас не об этом разговариваем, не о дружбе, не о чести у нас спор. Игорь Петрович, это у вас чести нет. Врете в суде и даже не краснеете. Вру, конечно, вру. Ваша честь. А я знаю, как доказать, что он врет. Вот ответьте мне на один простой вопрос. Какая у меня татуировка? Какая у нее татуировка? Вообще-то... Почему я должен отвечать на ее вопросы? Я сюда не даю этого. Придется какая татуировка? Вы говорите, у вас были интимные отношения. Да, мы садились. Вы такой поборник за честь, за правду, за справедливость. Рассказывайте, если у вас были интимные отношения, значит, вы знаете, какая у нее татуировка? Знаете, я когда сексом... Или вы всегда закрытым не смотрит, не разглядываете девушек? Да, я не разглядываю, что у кого-то там нарисовано, знаете, как-то не до этого. Но была у нее какая-то татуировка? Была. А где? Вы на руку показываете. На плече, по-моему, иероглифы китайские. Скажите, Паша, а где у вас татуировка? На плече? Ваша честь, да у меня на пояснице татуировка. На пояснице, видно? Да, это далеко от плеча, на самом деле. Ну, и как это любовничек мог не заметить, что у меня татуировка на пояснице? И внимательнее просто, видимо. Потому что никогда не видел у меня раздетой. Ну, ошибся человек, элементарно. Ошибся. Темно было, может быть, нет. Ваша честь, да это все Виталий подстроит. Чтобы доказать, что я гулящая, я не такая. Да это и доказывать не надо. Это не нужно доказывать. Ваша честь, я хочу пояснить. Дело в том, что я в интиме был очень осторожен. Несмотря на то, что Александра говорила, что пьет контрацептивы, в силы, у меня не было оснований доверять. И я даже на всякий случай по календарю высчитывал опасные дни. Во всем был папочкой. Понимаете? И она никак... Вы высчитывали ее опасные дни? Да, конечно. Не дай бог, чтобы дитё не забеременело. Дитё это вы про истец сейчас, да? Конечно, конечно. Да только она не так проста, как вам кажется, на первый взгляд. Она меня хочет, видите ли, подловить. Чтобы я по залету женился. Так вы же женаты. Ну, чтобы развелся и женился на Александре. Не получится, не получится, дорогая. Александра Викторовна, скажите, пожалуйста, вы вот сейчас показали в суде, что на момент зачатия Алисы вы состояли в отношениях с ответчиком, но все еще были замужем. Я правильно поняла? Состояли в отношениях со своим мужем. Почему вы не допускаете, что он может быть отцом ребенка? Понимаете, на тот момент, когда я была близка с Андреем, я уже любила Протрасова. Поэтому с ним и развелась. Да, я поняла, что вы из ответчика развелись, но тем не менее он заявляет свои исковые требования и говорит, что он является биологическим отцом Алисы. Но у нас была одна встреча. Но после этой встречи... Ну, неважно. В общем, вы были разведены, не были разведены. У вас все еще продолжались отношения. Он заявил иск, он хочет установить свое отцовство в отношении Алисы. Да, именно так. Два иска были объединены в одно исковое производство. Поэтому мы сейчас его выслушаем. Будьте любезны, пришли. Пригласите, пожалуйста, Клочкова Андрея Николаевича. Я вообще на вас в суд подам за клевету, так что молчите. Здравствуйте, Андрей Николаевич. Проходите, пожалуйста. А, ваша честь. Так вот, и отец нашелся. А на меня тут ребенка хотят повесить. Вот он, папа-то нарисовался. Да, Андрей Николаевич, я так все-таки понимаю, из того, что нам сейчас рассказала ваша бывшая супруга, что на момент зачатия Алисы вы все еще были в отношениях, но в то же время были разведены уже, да? Не были уже в браке. Скажите, пожалуйста, а почему вы тогда заявляете свои права на Алису? Ну, насчет того, что мы не были в интимной связи, я бы тоже поспорил. Ну, в принципе, можно так сказать. Вы в браке не были уже, в маме зачатия. Ну, интимная связь у нас была, сейчас я расскажу, как. Один раз. У нас была счастливая семья, и я очень любил Сашу. С этим? Угу. Но предательство я не прощаю. А скажите, пожалуйста, как вы узнали о предательстве? Она вам сама рассказала? Да. И что вы сделали? Я подал на развод. Так. Потом, в прошлом году, в феврале, она приехала за вещами. Угу. Ну, получилось так, что мы посидели, как по-приятельски. Сашка даже плакала. Ну, и так получилось, что мы переспали. И потом, как она сказала, что это был просто дружеский секс. Ну, и я уверен, что Алиса моя дочь. Даже и по срокам все сходится. Она родилась в ноябре. Угу. Да дело даже не в сроках. Просто я уверен, что она моя дочь, как только я ее увидел. Я тебе тысячу раз уже говорила, что она не может быть твоей дочкой. Когда мы с тобой были в последний раз вместе, я была влюблена в Виталия. Ты сам это знаешь. Поэтому мы с тобой разошлись. Но это не значит, что он не может быть отцом вашей дочки Алиса. Ваша честь, ну, мне неловко об этом говорить в суде. Ну, вы же здесь уже пришли говорить все как есть. После того, как мы были вместе, у меня пришли критические дни. Алиса родилась в результате плановой операции кесарево сечения. А она по срокам делается раньше, чем обычные роды. Да, ты говорила. После нашей близости я была близка только с ним. Да говорила ты, но я все равно надеялся. Ну, Ваша честь, ну, посмотрите на нее. Она же вылитая. Эти глаза, этот носик, эти ушки. Так хочется потискать ее. Господи, что ли? Покупайте платье. Говорите, что она самая красивая девочка на земле. Замечательная совершенно девочка. Согласна. Просто я не очень понимаю, кто будет о ней заботиться. Да я люблю Сашку до сих пор. Чем больше дней с нашего развода, тем я больше понимаю, что не могу без нее. Ваша честь. Саш, я готов принять тебя, даже если она не моя дочь. Заботиться о вас. Я просто... Да не надо о нас заботиться. Пусть у нас папа родной заботится. Ваша честь, вы видите, вот, оказывается, среди прочих видов секса еще был дружеский секс. Ты подлец. Ты просто подлец. Ты делаешь все, чтобы отмазаться от своего ребенка. Ваша честь, я больше так не могу. Я прошу вас скрыть конверт. Вы уже хотите ознакомиться с результатами экспертизы, и это справедливо. Пристав, принесите, пожалуйста, конверт. Зачем он тебе нужен? Сейчас все выяснится, я думаю. Успокойтесь. В рамках проведенного исследования метода молекулярно-генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей. Предполагаемого отца Протасова Виталия Сергеевича и ребенка, Клочкова и Алиса Викторовна. По результату настоящей экспертизы, Протасов Виталий Сергеевич не является биологическим отцом Клочкова и Алиса Викторовна. На тебе, съела? Скотина! Ты скотина! Ты подлец! Я знала, что ты все хочешь победить! Успокойтесь, пожалуйста! Успокойся! Я знаю, что ты его ребенок там все-таки отстил. Успокойся! Успокойся! Подойди! Пристап, будьте любезны, принесите, пожалуйста, в Адысу! Это не может быть! Ваша честь не хочет быть скотина! Пожалуйста, ваш честь! Да, Антон, пусти меня! Скотина! Что такое? Что такое, Саша? Ты оказался правым, что это его ребенок! Ну ты и гад! Ребенок не бой! Этого не может быть! А почему он гад? Он говорил, что ребенок не его! Мало того, что... Да такое возможно! Ты же говорил, что любишь ее, а сам грязью поливаешь! Да кто ты после этого? Он ее грязью не поливает! Просто говорит, что ребенок не его! Это она мне в любви клялась! Да только я этим хищницам цену знаю! А ты не надейся, что лялька твоя будешь чужой приплод нянчить! Пожалуйста, ваше честь! Будьте любезны, пожалуйста, не нужно никого оскорблять! Тишина! Взяли сюда! Будьте любезны, принесите, пожалуйста, конверс с результатами экспертизы! Спасибо! Тебе уже переживать тут нечего! Ну, Галина, теперь пусть она переживает! Ну, что же, Александр хотела получить себе богатого папочку для своей дочки! Итак, оглашаются результаты экспертизы! В рамках проведенного исследования методом молекулярно-генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Клочкова Андрея Николаевича и ребенка Клочковой Алисы Викторовны! По результатам настоящей экспертизы, Клочков Андрей Николаевич является биологическим отцом Клочковой Алисы Викторовны! Ну вот! Ну вот, я так и знал! Саша Алиса наша дочь! Моя и твоя! Я знал, я знал, я знал! Саша, пожалуйста! Это не может быть! Возвращайся ко мне! Давай жить, начнем все заново! Пожалуйста, Саша! Саша честная, какая-то ошибка! Этого просто не может быть! Ура! Я так и знал! Да как такое возможно? Да у меня же цикл был, понимаете? Я не могла забеременеть! Вы понимаете, я не могла забеременеть! Ну как такое возможно? У нас не бывает ошибок! Да это брат Разов все купил! Он все может купить! Ты уже сто раз говорила про свой цикл! Я разговаривал с влачами! С врачами я разговаривал! Я весь интернет облазил! Сейчас тебе покажу! Что ты мне уговоришь, что это не так! Вот, все, здесь все написано, Саша! Все написано! Прочитайте, что у вас там написано! Если зачатие произошло за несколько дней до срока менструации, то плодное яйцо не успевает закрепиться в эндометрии матки! Начинаются критические дни! В дальнейшем беременность развивается нормально! Саша! Все, все об этом и говорит! Что ты была беременна в тот момент от меня! От меня и я отец ребенка! Господи, я даже подумать не могла! Ваша честь, я даже подумать не могла, что такое возможно! Возможно! И тем не менее, оказывается, да, бывают разные чудеса! Вы видите, она совсем голову потеряла! Она даже не помнит, с кем она сделала ребенка! Андрей, прости меня, пожалуйста! Ваша честь, тот, ради кого я все разрушила в своей жизни, оказался самым подлым, самым низким человеком! А тот, кому я изменила и кого предала, оказался самым благородным, самым лучшим мужчиной! Я рада, что дочка подарил мне именно он! Саша, я люблю тебя! Сначала нищебродом его называл, а теперь, смотри! Два сапога пар! Ну что ж, ребят, совет для угол! Сменка! Вы посмотрите на благородного человека! Суд удаляется для вынесения решения! Прошу всех встать! Субтитры создавал DimaTorzok Итак, оглашается решение суда. В иске об установлении отцовства и обзыскании алиментов на содержание ребенка заявлено ИСом Клочковой Александры Викторовной отказать. Иск об установлении отцовства, заявленный Клочковым Андреем Николаевичем, удовлетворить. Судебное заседание закрыто. Еще раз. Представляю? Очень хорошо. Будешь в такие истории не впутываясь? Прости, мне даже было так плохо без тебя. Проходим-ка, ты понимаешь, рука пустая. Блин, ребята. Я думаю, что нам отремонено. Нашел опять вместе. Понял. Делать больше нечего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова